Проблема вывоза мусора в Сочи с временных площадок для его хранения будет решена окончательно. Всё потому, что полигон в Белореченске, на который много лет так рассчитывали власти курорта, наконец начал свою работу. Сегодня на внеочередной сессии городского собрания Сочи депутаты проголосовали за то, чтобы направить 61 миллион рублей из местного бюджета на вывоз мусора с территории завода на улице Транспортная. Накопление этого мусора на сцене никак не сказывается на санитарной очистке нашего города. Санитарная очистка. Площадки наши, они в нормальном состоянии. Вся проблема была о том, что нам его некуда было везти в крае. И вот эти средства, которые мы выделили, это как раз так, чтобы мы очистились от того мусора, который накопился на сцене и в судебном порядке возвращали эти средства в бюджет. Деньги будут взысканы собственника территории мусоросортировочного завода. Что же касается второй площадки для временного складирования отходов, это ЗСМ, деньги на вывоз уже были выделены на одной из предыдущих сессий. Это 26 миллионов. Глава города распорядился очистить площадку от мусора за 10 дней. ЗСМ, который мы совсем временно открывали для перегрузки, а ни в коем случае не для накопления мусора, а пришлось там накопить 5000 тонн исключительно из-за того, что возить некуда было. Полигоны Краснодарского края вообще не могли принимать мусор. Почему? Потому что Каневской вообще загорелся от нашего мусора. Кроме того, сегодня депутаты выделили очередную сумму на текущее содержание водостока. Это предприятие занимается обслуживанием ливневок. В МУК направят порядка 19 миллионов рублей. Также на сессии стало известно, что город уже получил второй транш из бюджета края на ремонт дорог Сочи. Это 248 миллионов. Всего же в этом году на обновление покрытия городских улиц курорт потратит порядка полумиллиарда рублей.